У вас были какие-то надежды на то, что власть в России изменится и это в том числе повлияет на ваше освобождение, на прекращение войны? Изменились ли ваши надежды и вообще есть ли у вас какое-то представление о потенциальной измене власти в России? Ну, значит, да, совершенно верно информировано, что в 2014 году после Майдана у меня были прям ощущения, просто я видел, как народ может изменить свою страну, как народ может свалить эту власть, какой бы ни казалось, насильный и жизнобетонный. Поэтому, попав в российскую тюрьму, понимая, что происходит в этой стране и зная, мне казалось, что люди не могут так жить, не захотят так жить, это невозможно. Я видел, что возможно это изменение, я вот действительно верю. Но мне люди, которые уже живут в России давно, говорят, нет, здесь ничего не происходит, это болото. Мне казалось, что нет. Я пробовал там 5 лет, да, к сожалению, это болото. Большая часть людей, ну, понятно, что у меня только было общение, скажем так, с определенным контингентом, но там такие живущие, как мы с вами, как бы, да, то есть там просто, ну, не повезло, он оказался в тюрьме, как бы, поэтому. Не надо считать, что там какие-то страшные уголовники, там такие, как в кино показы. Это простые люди, как бы, просто они в тюрьме. И поэтому большинству все равно, им все равно вообще, их это не волнует. Кто-то запутанно ярко, ну, таких людей немного, кто-то против тоже сильно, тоже их немного. Большинству просто все равно, поэтому это болото, и я не знаю, как бы, возможно, никаких изменений. Но я знаю, что протесты были и до этого, и до 2014 года, и после происходят. И вот недавняя война протестов, и она, ну, я не социолог, мне трудно судить, как бы, да, опять же, как бы, да, насколько эти изменения происходят. Понимаете, то есть все это можно потом объяснять по факту. Произошла революция, и потом уже произошло факт, а вот год назад было то, год то, это все подходило. Прогнозировать революцию невозможно. Никто не прогнозировал революцию 17-го года в Российской империи, никто не прогнозировал Майдан 1-й, 2-й. Никто не сможет прогнозировать революцию, с помощью которой Владимир Путин идет, ну, на пенсию, скажем так. Конечно, я лучше в Гааге бы его увидел, но, возможно, не получится. То есть мы не знаем, что будет дальше. Я надеюсь, я очень надеюсь, что у них что-то произойдет, и эта страна станет более цивилизованной, как бы, да, потому что люди, которые хотят жить в России нормально, тоже есть, просто их мало.